Всех приветствую, прямой эфир. Вчера не получилось сохранить свой прямой эфир. Поэтому хочу сегодня заново повторить, затронуть вчерашние вопросы. Так что пока свои вопросы попридержите, кто хочет задать какие-то вопросы. Прежде чем ответить, мне надо сделать вступление. Затрону я вопрос, касаемый сотого выше, о котором все так говорят. В том, тема Арианы Лулаевой, этот вопрос, ну и другие вопросы, наиболее обсуждаемые в нашей республике. Во-первых, что хочу сказать насчет сотовых выше. Как вы видели, я недавно публиковал обращение к администрации РСУ Аланья по поводу того, что мне скинули видеоролик, где там на приборах измерили и излучения, исходящих от сотов выше, электромагнитные излучения, где показывало превышение. Если вопрос хотите задать, пока попридержите, вот я сделаю вступление, а потом, да, чтоб так не получилось, скажете, что... И, в общем-то, я поддержал. И после я увидел небольшой митинг, где там резкие высказывания были. Ну, то, что, или мы их сами расследуем, со своей комиссией, если их не уберут, там, вообще мы сами их уберем. То есть, ну, с такими, там, словами, что мы что, стадо баранов, там, то есть за наши земли мы постыем, и пусть никто над нами не издевается, не уничтожает наше здоровье, и так далее, и тому подобное. И вот к этим ребятам я-то и поддержал, но потом подумал и сделал такой вывод, то есть, что почему так остро не поднимают другие вопросы, которые касаются экологической, экологии, проблем экологии, катастрофы, можно сказать. За выхлопные, за выхлопные газы уже никто не говорит, за парниковые газы, за электроцинктом более-менее как-то решили. То благодаря Вадиму Чельдееву, отчасти еще. В том, другие заводы, фабрики. Почему никто, если они обеспокоены о здоровье населения, здоровье детей своих, наших. Почему земли, наши, кормим химией, гемо-о, генномодифицированные продукты? Почему эти вопросы не поднимаются? Почему у наших детей нет культуры питания? Почему они после спортивных, учебных, школьных заведений бегут в магазины, покупают всю эту химполуфабрикацию? Кока-кола, газировки, чипсы, сухопайки. Сахар точно такой же вред наносит, как и табак, алкоголь. Точно так же они влияют на психику. Напомню, когда у нас чаща латса мунгол, святая чаща, когда себя воин проявил в бою там, свою храбрость, к нему, к его устам сама эта чаща латса мунгол подносилась. Это я к тому, что прежде чем, да, и то. А сегодня постоянно люди ищут какие-то такие, то есть за свой народ, за наше будущее ничего не делают, не воюют, постоянно не то, что в вину, то есть посмотрите, какая огромная разница. Если раньше только проявивший себя в бою мог себе дать, ну, слабость в такую напряжённую ситуацию. Сейчас точно так же идут внутриполитические войны, борьба, всё это влияет, и нас касается, и коснётся. Мы не готовимся, не подготовленные. Но мы каждый день в день постоянно ищем где бы расслабиться, куда бы там. В общем-то, превратились в наркомана. Вот и дети наши то же самое, это я к этому говорю. То, что сахар, точно так же, как и алкоголь, от него наркозависимость и уничтожает наше здоровье. Вообще нет у детей культуры питания, незнания суточной нормы соли, сахара, тех или иных веществ. Не заменяют они на здоровую альтернативу. А есть, но родители тоже об этом им всё равно, не думают. В общем-то, сами себя уничтожаем. То есть, это я к тому, что за сотовые вышки мы говорим, почему-то и так острово все. Во-первых, то же электричество, тот же телефон от них излучение может никак от сотовых вышек, но такое же излучение. Почему эти вопросы вкупе? Я не говорю, что это не надо затрагивать, но тогда надо все эти вопросы, нюансы учитывать вкупе. потому что большинство женщин или вообще целый день в руках телефон держат, беременные женщины, у них там телефоны, разве это не облучают? Если вы так за сотовые вышки там остро подняли вопрос, почему то, что вы сами себя одновременно ну такой самообман идет, это я не пойму. Почему остро не поднимают вопрос в том, что на нашем священном культе три пирога водка, то есть Кока-Кола за что-то у нас такая привычка, за что-то ухватятся, зацепятся и будут его обсуждать и не будут видеть прямо у них перед носом то, что их точно так же уничтожают. Кока-Кола, почему Кока-Кола или другие газировки, о них ничего не говорят. Все напали на Риану Лулаеву, я понимаю, это нормально, нужно было сказать, чтобы все заделось чувство веры нашей, когда затронул этот стендап-комик, наши три пирога. и хотел бы вам задать вопрос, если вы настолько его цените, ну, понятно, все, что плохое наше, это наше дело, но, если мы так ценим, если на нашем, в этом ритуале есть Бог, Творец, Ху Цау, за это, мы изусть своих произносим это имя, почему на этом столе, если мы такие традиционалисты, водка везде стоит. Один лишь факт достаточен того, что мы, у нас полное непонимание этого традиции, то, что мы не признаем, не то, что, ну, вот, я не пойму, Зариану Лулаеву захватились, вот она чувство нашей веры задела, наши три пирога. Тогда почему у нас тут водка постоянно там стоит, я не понимаю. Может, вас самих нужно сделать, как его, ей же хотели сделать какое позорное счастье, вот вам, может, вам надо сделать позорное счастье, то, что вы очерняете нашего, наш священный культ три пирога. Почему об этом никто не говорит, не поднимает этот вопрос. Все точно так же вкупе уничтожает генофонд нашего народа, наших детей. И вы взяли за сотовые вышки, я не говорю, надо поднять эту тему, но если вы поднимаете, давайте наравне с этим другой вопрос поднимать, другие вопросы, касающие нашей экологии. Кормим землю химией, ГМО, и получаем ту же химию, дети, и сами же мы слабеем физически, сами себя уничтожаем, против фашизма воевали, сейчас сами себя уничтожаем. что такое? Что касается вопроса Арианы Лулаевой, там нападки пошли, я думал, не будет такой бурной реакции на наше недовольство, как многие играют, оставьте ее в покое. Может, вы нас оставите в покое, может, вы не будете встревать там и не защищать ее, потому что вот как ребенок, ребенку, когда за его проступок делаешь замечание, делаешь замечание, то нельзя его проступок оправдать, ему надо объяснить, ты неправ, ты неправильно делал, но те, кто Ариану защищают, это все равно, что старший сделал замечание младшему за его проступок, и кто-то со стороны вступился за младшего и защитил. в следующий раз, в следующий раз ребенок будет под собой, что он за свой проступок опять за него вступится, что его проступок, что он не виноват, что он правильно сделал. Получается, на самом деле, это старший право он сделал за проступок, замечание, но когда кто-то вступается за ребенка и получается, они вдвоем против правды пошли, как бы он не, получается, он не прав, вот так и в этом положении, понимаете. Нельзя проступок защищать. Вы не защищайте и те, кто старше, они тоже, мы тоже, мы на то и здравомыслящие все мы не без греха, это понятно, но мы должны были это осудить. Мы не должны были, а что мы должны были молчать, начали там в СМИ везде писать, лучше Пштернахаш там этим занимался, лучше бы, лучше бы. Что лучше, что хуже, это другие вопросы, не надо смешивать, каждый вопрос на своем месте. Я очень рад, что такая реакция была. У нас еще остались понятия, чести, понятия, хоть как бы что ни было, это наши традиции. То есть, а здесь что получается? Понимаете, насколько опустим, насколько по факту духовной деградации России, проступок одного человека, ну, приравнивая, вот все равно, что какая-то проститутка взять, к примеру, ну, такой, да, вот она погуляла, там, и как бы на всеобщее обозрение, там, как-то что-то, ну, или, и, естественно, отреагировали старшие. И проступок одного человека, я об этом публиковал, возвысили над целым народом, понимаете, проступок. в нем нет, он же не Иисус какой-то пришел и хочет донести законы Творца, и его не слушает никто там. Тогда это понятно, но проступок, просто из-за того, что мы сделали замечание, что это у нас не принято, это везде, по сути, не принято, в любом здоровом обществе это не принято, там, где еще человечность осталась, там, рамки какие-то, это везде так. Но как проступок можно возвысить над народом, над его культурой, традициями, обычаями, над его историей, над его самым святым, это, ну, рамки же нужно иметь. Хорошо, если кто-то говорит, а они шутили. Хорошо, что это за шутки, во-первых, там, никакой шуток, вот, острый ум, я понимаю, там, 10 интеллект, вот, Павел Воля, там, Задорнов, допустим, если не, то здесь тем более мат какой-то, ну, когда вместо какого-то органа, ну, вместо лица, допустим, говорят, половой орган, это смешно. Хорошо, если рамок нет, то есть, это смешно, как уже говорил, да, каждый по себе, каждый по себе, ну, у каждого, да, юмором свой, ну, хорошо, если ничего святого нету, что три пирога, это, хотя для нас это священный культ предков, самый священный, потому что три пирога, это символ сотворения мира, Творца, возле трех пирогов мы произносим имя Всевышнего Творца, это для нас, как для христиан, церковь, для мусульман, мечеть. Все равно, что в храм зайти, только любое с этим под открытым небом, наедине с природой, в любой части мира света мог сделать, может сделать и без посредников обратиться к Творцу, через символику, через, да, точно, но если для кого-то это просто мучное изделие, даже в этом не правы, как я говорил, потому что хлеб это святое, и когда его такими словами, выражениями засовывают в одно место, это уже как минимум рамки перехода, и там нет, никакого юмора, нет, смешно, это не шутка, тебя пирог там между ног, это смешно, что это такое, хорошо, если рамок нету, если это смешно, да, для меня это глупо вообще смеяться, ну, над святым, вот если бы над мечетью, над мусульманами так кто-то сказал, я бы уже, не знаю, сами знаете, как бы отреагировали, но если рамок нету, тогда хорошо, я могу тоже рамки перейти матом всех их защитников, тоже говорит, там, что человека возьму, бью просто так, отрежу ему, там, руки, ноги, и буду смеяться, скажу, это же всего лишь тело, там, ну, дух, какой дух, это, какой-то, этот, как его, привидение, это же всего лишь тело, да, я убил, и мне смешно, у него такая, как-нибудь ему, там, композицию сделаю, этому телу, и буду смеяться, и ко мне придут, и скажут, а, ну, ты, Фред, ты перегнул, это же, ну, как, это грех, это ты, вот видишь, когда так, тогда уже, да, начинаю в таких-то рамках говорить, что нельзя, ну, с вашей логики так получается, если для вас, вот, три пирога задет, и вам, ну, святое для вас это шутка, какие тут рамки, вот, с вашей логики, если нет ничего святого, хорошо, вот, такой вам пример, у меня тоже тогда, представьте, мы будем себя вести, как все хотим, чтобы из этого получилось, какой хаос, Лиза, мы о добром говорим, я сказал, что на все вопросы, вот, не надо ответить на вопросы, потом отвечу, так вот, так и получается, я тоже, любой, да, тоже, кого-нибудь там убить, там, буду смеяться, скажу, а, это всего лишь тело, что там такого, и будут, и будут все, и менты придут, я им скажу, что вы, это же шутка, это всего лишь тело, ну и что, и все начнут говорить о рамках, о Боге, о грехе начнут, все начнут, все станут философами, вот, допустим, недавно, вот, кто это, в учебное заведение, зашел этот, начал всех стрелять, Фред, это Майкл, и Майкл, это, я не помню, сейчас я, на вопрос, да, отвечаю, на ваш пока, придержите, потом, до конца тоже, посмотрите все, и вот так вот, этот, допустим, взял, пострелял, для него тоже люди, наверное, ну, ничего, не знаю, ничего святого нет, вот, убить человека, это шутка, все же, все, скажем, все начинают потом, вот, это то же самое, есть рамки, которые нельзя переходить, что, ну, если человек, вот мне начинают, Фред, на дворе 21 век, в смысле 21 век, значит, нужно, увлекаться, то, чем одурачивает людей, всевозможными шоу, это есть 20, правда, 21 века, когда молодежи не видят реальность, а подурачены этим шоу, это 21 век, или все же христиане, мусульмане, все верующие, неужели они забывают о сути бытия, вообще, в чем суть жизни, почему Всевышний Творец и Слав, ну, по Библии, на грешную землю, запретный плод, это плод древа мудрости, познания, познания греха, для этого мы здесь находимся, у человека есть две природы, божественные и животные, когда человек уподобляется нищим страстям, то он уходит от этого божественного и в далеком или недалеком будущем перерождается в кого-нибудь животного, или, причем здесь 21 век, суть человечества не изменяется, человека, будь то любые истины всегда были одни, их несли пророки, когда где-то деградация происходила, пророки приходили и говорили, вот Творец, вот не забывайте, что за этим материальным есть тонкий духовный мир, есть другая жизнь, и не нужно себя обманывать иллюзиями, вот тот, кто говорит сегодня, что 21 век, Фред на дворе, это вот как раз таки вот из фильма «Матрица», они спящие, их дурачат, и если так плавно переходить в другой вопрос, вот об этих шоу, чтобы ответить на вопрос, на каком месте находится спорт, все вот то, что мы знаем, любые сферы деятельности, там, ну, шоу-бизнес, там, так далее и тому подобное, нужно исходить из того, что по факту происходит внутри политики, внутри политические войны, сегодня лично, я сделал весь этот вывод, понял, что та система, как мировая, которая сформировалась, за которой все говорят, глобализация, проекты будущего, искусственный интеллект, там, золотой миллиард, то, что рабочие места уже будут, ну, сокращаться, потому что рабочая сила не нужна, из-за того, что все будет в сторону, тенденции в сторону, ну, роботизации, роботов не надо, кормить им ничего, они дай-дай не делают, как люди, поэтому, а людей куда девать, население, там, беженцев много, их же кормить надо, во-первых, экологическая катастрофа, во-первых, там, так далее и тому подобное, вот и разными способами, кого заботит ваше здоровье, таких, как я, таких, как нас, миллиард, ну, не знаю, сколько, кому вы нужны, кому нужна наша история, и вот, чтобы ответить на вопрос, насколько в этом всем проекте играет роль тот же Камеди Баттл, вот, все же ее защищают, потом, еще, борцы наши, да, все же любят борьбу, там, бои без правил, вот эти глупые тоже, шоу, где кто сильнее по счетчину даст, голые, на голых руках, там, драки, это все инструмент правления, это все для одурачивания, по сути, по сути, исходя от того, что происходит, технологии, другие технологии, приведу, приведу вам мой любимый пример, недавний, когда американцы, когда американцы с Афганистана ушли, что я из этого сам понял, и многие из вас, то, что тактика американцев такова, всех этих глобалистов, они, во-первых, вот эта еврейская система, она давно, Ленин, там, Путин, они же все по факту евреи, вся их, их суть незаметно проникает, чужие, это, и свою, свое это, чтобы у нас толерантность, чтобы мы в стадо баранов, нас прибыли, обескультуривание, обесчеловечивание, вот эти, вот их, вот по факту, вот это они, та же секта мормонов, это все одно это, и те, кто так, когда люди говорят, что живи, как все живут, это такие же автоматически становятся, зомбо, да, ихними этим, их соплеменниками, даже не подозревают, идеальное рабство, когда рабы не подозревают, что они рабы, вот и с Афганистаном, что там было, пришли туда, выращивают терроризм, террористов, и еще и хорошо обученных, оставили им оружие, и ушли, и теперь будут руками, их руками, чужими руками, убивать других, или, и наблюдать со стороны, при этом, сами не участвуют в этом, участвуют как, вот, игрок, поняли суть, в чем дело, правду поняли, в чем, это самый такой вам факт, а Соловьев в своей программе, что говорил, вот американцы показали свою небоиспособность, хвастаются сами, он сам лучше знает, он все знает, просто у них там, тоже из этой компании, то есть, по факту, все события, которые здесь были, происходили, будто, Беслан уже в открытую, это не я придумал, документальный фильм, посмотрите, последний, там сами говорили, что по факту, их ждали, и знали, что они придут, кто их запустил, вот, допустим, стоит вам по телефону, слово оружие произносить, за оружие, заговорить за что-то, около вашей двери уже будут стоять, а как, эти террористы, им же надо было организовать, представляете, чтобы в школу это все, вы себе представить можете, я не верю, что, то есть, в документальном фильме, об этом и говорят, уже, ну, в открытую, то есть, вот вам факт, задолго, если не с ленинских времен, после Сталина, все, вот, они прописали планы на будущее, все события, которые были, тех, кого вы, возможно, хвалите, там, может, они тоже специальные, все, то есть, я понял одно, что, те, кто за этим всем стоит, мировые, вот, эти игроки, третьи лица, они реально, как в этом находятся, вот, компьютерная игра, они там сверху создали эту систему, вот, как пирамида сверху глаз на доллары, расставились, везде их не спецслужбы, тайные агенты, масонская ложь, вот это все там, не суть важна, как, мы и не узнаем, кто что, но суть в том, что они прячутся, вот, как я сказал, еврейская система, и в исторический факт, я забыл где-то, как они вот, ну, я забыл, просто я запомнил, что, может, вы что-то вспомните, как пришли к евреям, ну, кто-то их, какой-то могущественный народ, и их никто не мог покорить, а эти что сделали, они, ну, с ними ушли, вместо с ними, как бы, и там, с ними, в общем, как бы, в их среде жили, и узнали все, как, что и как, потом, когда все узнали, как у них там все, все их там, внутренние дела там, уклад жизни там, то один момент все вместе их перебили, и все, вот их система, это еще с древности, древняя история, я просто забыл, и вот здесь та же самая система, по факту, они везде вот так создали, и все, как игроки, вот за компьютерными играми, и наблюдать со стороны, это то, что я вот понял, то есть, и мы в этом всем, как жертвы, вот, и ничего не можем, вот, теперь задайте себе вопрос, что в этом, в этой всей системе, вот это все, шоу, будь то спорт, бои без правил, борьба, депутаты там, ну, это всего лишь, люди, которые, ну, то ли свои, под непониманием этого, глобального, не охват, нет у них охвата, такого, или просто им тупо, ради свои, ну, богатства, денег, у них нет веры, они слепы, их кроме, вот, тупой бытовухи, старой традиции, старого мира, вот у них осталось, и они тупо занимаются, ну, своим обогащением, большая разница, я сравниваю от наших предков, которые за деньги не продавались, и те, кто продались за деньги, готовы на чужом горе наживаться, продать родную маму за деньги, вот как ценности поменялись, по факту, и понимаете, тут воевать и непонятно с кем, потому что очень много внутренних врагов, кто продался, кто оккупирован, с кем воевать, против кого, кому мы нужны, кому наша история нужна, вот я имею в виду, вот между нами, на вопрос, что делать, я вот скажу еще до конца насчет шоу, шоу-бизнес тогда, они все не получаются сами, как подсобники этих вот, этой системы, вот как в матрице, спящие, то есть они и сами себя одурачивают, и других одурачивают, и вроде бы спортсмены несут, пропагандируют здоровый образ жизни, молодежь на них смотрят, но с другой стороны, они их одурачивают тем, что уводят их от сути, от того, что внутри политики, вот кто за этим всем стоит, какие технологии применяет правление миром, то есть они такие же, кто-то сразу так говорит, как это, например, Хабиб, ты что это, да нет, они такие же, если их вот сравнивать, сравнить вот с этой, ну, с этим всем глобализацией, влиянием вот этого, технологии, то они точно такие же, как певцы, шоу, как стендап, комики, как и плюс-минус там, здоровье, это понятно, здоровый образ жизни, но профессиональный спорт, это, это опять-таки шоу, олимпиада, шоу, на все, на что деньги вкладываются, там, значит, ждите этого, это выгодно, то есть, постоянно вас уводят от реальности, хорошо вы скажете, а что нам тогда делать, если все там, а для этого, во-первых, если в древность наши углубиться, то многие, верьте, не верьте, просто сейчас эфир не об этом, это долгая история, но это на поверхности вам скажу, то, что я понял, то, что вот, как сейчас вот это, кто пирамиду отстроил, систему, вот эта пирамида, верхушка была здесь, на Северном Кавказе, здесь был, как Назим Гиджирати говорил, наш археолог, когда был Вадикавказ, до Киева, вообще ничего не было, был большой, единый Иран, как таковой, большой здесь начался, с его религией, наша религия самая древняя, Асадин, Ваздин, Ахдаука, ну, синонима Дин, суть одна, которая распространилась, по всему миру, потом, ее осколки, это зароастризм, веды, регведы, пураны, так далее, и тому подобное, потом, то есть, как многие говорили, что мы пришли с нынешнего Ирана, нет, Иран так таковой здесь, отсюда, распространился, по всему миру, когда здесь, это Единобожие, в какой-то период, неизвестно какой, много событий было, ну, войны шли там, то Однобожие, возможно, так терялось там, и, а где-то оно в другом возникало, потому что, отсюда это все распространилось, это Единобожие, какой-то период в истории нашей, оно терялось, люди забывали, что за материальным, есть один Творец, духовный тонкий мир, семь Богов, ну, все это как один Творец, и люди тупо начинали там, ну, идолопоклонничество, может, даже сами большинство сегодня, те, кто думает, что ходят, допустим, верят в Бога, как говорят, на самом деле, большинство из них, идолопоклонники, я, допустим, не понимаю, когда мимо с церкви прохожу, люди именно в сторону церкви, понятно, что там место силы, где такое, место откуда, но для меня Творец Он везде, вот Солнце, Его свет, Он такой же, это и есть свет Бога, это и есть Бог только в физическом мире, почему люди Его не видят, не замечают, это живое, и все вокруг, все есть Он, Творец, природа, это мы не ценим, уничтожаем, загрязняем экологию, а ходим в церковь и туда, сразу все становится ясно, что нам исказили истину, и чтобы мы тупо что-то делали, нами управляли, были толерантными, а сами не видели, что мы в этом всем, как одно целое, мы сами частички Бога, сами есть Боги, можно так сказать, то есть убили в нас, это божественное, превратили психику мышления, сформировали с таким пониманием, что мы не твари в общем, а наша вера, наша религия, нартовские постам, наоборот, она возвышает дух, Иисус возвышал дух, устремлял дух, не понижал, потому что нельзя понизить то, что есть в тебе божественное, это нельзя, поэтому, когда вы оскорбляете друг друга, всегда помните, что в человеке, когда есть божественное, если вы это оскорбляете, вы Бога оскорбляете, это у нас всегда было в традициях, есть в человеке, да, животное, природа, но надо же понимать, что в нем есть и божественное, и, да, вот, наше, нартыка, что там, когда, сказители, у нас устные преданы, буквы, все можно там, сжечь, там, книги сжечь, а устно, никто, дух не, это все остается, вот, почему многие спрашивают, нас, свои источника нету, те, кто задают, у них вообще, ум отсутствует, а потому что, дух есть носитель информации, которую не уничтожить, оно передается из духа в дух, стега и стектма зардай зардаму, ода и отма, это информация, в день ка заложена, ее уничтожить нельзя, поэтому у нас были сказители, когда они рассказывали о героях, о их поступках, делах, дети это слушали, у них психика, мышление формировалось, они, ну, вот как в «Матрице» фильм, да, вот когда, как его нео, когда в него закладывали, вот, он сел информацию, это то же самое, вот такая система, потому что предки умели управлять энергиями, энергиями, а вообще, если в корень, они были, вот здесь, асы это были, которые в этот мир хаоса, они сотворили, ну, создали боги, из единого творца, создали этот мир, в мир смерти и хаоса, принесли порядок и законы, и вершили, то есть они были, ну, вот, если наши духовные предки, вернее сказать, наши боги, то есть, как в «Матрице», да, они, а многие, письменные источники, если у вас письменные источники, там, писание, я же говорю, их уничтожить можно, там, а дух это, вот, как флеш-карта, только флеш-карта тоже, а этот дух, и вот из духов, так, из уст-уста передавались все эти знания, традиции, обидча, и к этому тоже, ну, и нужны были способности. то есть, то есть, и это вам о том, что я уже глубоко зашел в философию, то есть, вот как сегодня пирамидальная система, там, сверху игроки, который, тогда мы были, ну, и сейчас возможно, не то, что возможно, а, просто, когда пришли монголы, они нас отрезали от основного мира, там, от Ирана нынешнего, и мы там, пока возрождались заново, все это, представляете, и у нас это все, просто каждый должен прийти к своим корням, через свое я, через поиск своих корней, найти связь с нашими духовными предками, и вот к вопросу о том, что Алланы приняли христианство, просто, коротко говоря, то, что от нас распространилось по всему миру, к нам, там, где это возникло, когда здесь мы что-то теряли, возможно, оно к нам заново приходило, как одно Божие, поэтому наши предки воспринимали христианство, как корейское христианство, языческое христианство, и суть одна, одна Божия, вот в чем, почему-то, да и по политическим соображениям, и можно четко и ясно сказать, что по факту, да, вот эти шоу, они все нас уводят, ну, одурачивали, и последний вопрос, завершающий, это, что нам делать, исходя из этого у нас есть технологии, в готовом виде, в готовом виде, наши традиции, бычий, но мы сохранили, но нет понимания этому всему, потеря связи с тонким духовным миром, с нашей духовной культурой, а чтобы это все вернуть, надо через пытливый ум, дерзновение, начать искать, быстрым образом, уже мы в каком положении находим, нам нужны ученые, наука, нам нужны богатые люди, энтузиасты, которые еще, кое-место искра не погащие, есть национальные чувства, национальная самоосознанность, и весь этот костяк нужно собрать тех, кто объединить, не как здесь уезжать куда-то, черная дыра, говорят, здесь и уезжают, потом больше не приезжают, потому что именно, если с точки зрения религии, то худшее место лучшее для духовного, совершенства, развития. Да, и сами знаете, что есть у вас с чем сравнить, где-то хуже нас живут в мусорках, то есть нужно ценить то, что ты имеешь, но это проверка, но это проверка на испытания всегда. Почему говорится в духовно-религиозных учениях, что лучшее место, где парадокс, но где хуже, там лучше. Почему? потому что, когда дух устремлен, а за этой жизнью есть другая жизнь, другие жизни, перевоплощение, то важна устремленность, вот эта искра, вот это постоянное восхождение, постоянно варжон, варжон джи иногда, вера, усну, вот это, надежда, вера. А где этих качеств нету? Где есть все богатство, там это же проклятие для людей. Посмотрите, ни одного, ну, я иногда смотрю на богатых людей, думаю, почему если у них столько людей, у них все большие животы, если деньги, если они думают, что это счастье приносят здоровье, большинство из них ссорят со вторыми подбородками целый день в кабинетах сидят, это что, счастье? Это худшее проклятие, никакое стремление духа, какой, посмотрите, большинство криминал из-за чревоугодия, что им их деньги принесли, воровали у людей, сами себя, большинство их убили и своих родственников постоянно под удар ставили и родственников убивали. Вот это богатство. А там, где худшие условия, там есть проверка на то, как дух устремлен, какая вера, а многие как думают, если ты, у нас еще забыли одно такое, почему-то говорят про людей нищие, у нас такого понятия вообще не должно быть. Нищий человек, когда, когда он духом мертв, но это даже оскорбление очень большое, пока в человеке есть божественные, у него нет таких понятий, он постоянно устремлен, его ничего не сбивает, он идет просто вперед, стремится, у него вера. Вот для меня, если мне скажут, что у меня бедный, у меня порвано все, кто-то скажет нищий, мне обидно, как нищий, пошел ты, потому что я да, нищие те, у кого все, если они посмотрели на них, большинство из них, чем они лучше, чем может я в крайности перехожу, но как правило золотой середины, ну редко кто или больше хотят хавать, больше начинают черевогоды или то есть если кто-то думает здесь черная ну дыра здесь надо отсюда уезжать, нет и большой грех совершать, если вы уезжаете только настоящий астин разумный умный человек кто понимает он уедет пожертвуясь собой чтобы прийти сюда и сделать для своей родины сейчас самое лучшее место чтобы проявить свои лучшие способности наоборот здесь самое мощное это проверка а люди думают а там и уезжают в свою же родину себя же продают своих предков придают связь свое я теряют даже овощи есть вот у любого овоща есть свое имя свое морковь у у любой клетки в организме тоже свое свои функции а вы кто вот кто свои связь корни теряет что за клетка без имени без это это самое лучшее достойное дело когда ты что-то ну и сам не потерян сам понимаешь что тебе в твои руки судьба народу тебе великая история тебе это дали предки в руки это все великое подарили ценой своей жизни и тебе просто надо тоже частичку в это вложить насколько ты достойно не продаться за там за деньги какому-то дьяволу который тебя же сам порабощает а большинство себя продали вот в чем проблема то есть если вы уезжаете то с пониманием что вернете сделаете что-то для своей родины ну вы вам дается полная свобода творить создавать в своей стране все чтобы да самое такое а не где туда уезжать куда и так есть и без вас есть вас еще и подучат чтобы кому наш народ кому ваша история кому это все надо вы когда уезжаете когда рукой махаете на свою родину корни на традиции обычая вы себя предаете свой род свои корни Сейчас вот это все мировое правительство, они применяют технологии на практике. Вот у нас это три пирога, вот это все они чисто, видишь, у нас они это отняли, суть понимания, чтобы мы не понимали, что мы несем, какие. А сами же этими же знаниями, традициями управляют миром. Понимаете, что они здесь, они нам внедрили хаос, непонимание, разлад, что у нас единство обескультуривание. А у них эти все понятия, есть те, кто сверху, есть все эти понятия, просто им мы не нужны, понимаете. А вот, чтобы исходя из того, что мы в таком положении, значит, нам нужно свое, все свое создать, сделать, предложить свою альтернативу. Обезопасить себя, подготавливаться. А что эти шоу делают? Бузовые, перед которыми на коленях ходят, кланятся и ноги целуют. Моргенштейн. Это все, вот это, дьявольщина, которые, они спящие, они не ведают, что творят. И наши же молодежь, те, кто думают, что это 21 век, не понимают, что это все дурачивание, для дурачивания технология настоящая. Настоящая, это не тот древний мир, когда друг против друга только тогда воевали, когда договаривались. Ты видел врага, сейчас давным-давно все вот, свою идеологию, все понятия там. И когда мне говорят, вот как недавно, Дим, я смотрел ролики там, несколько наших, тоже осетины, молодое поколение, более молодое, вот которые себя не по-нашему ведут там, ботексы там, так далее и тому подобное, какие-то понты, дешевки какие-то, гнилые эти, вирус, вирус, который им запустили. Вот они на это так говорят, а, когда придет время, мы отстоим, мы будем воевать, возьмем. Чего вы отстоите, если вас уже победили? То, как вы себя ведете, то шоу, которое вы поддерживаете, это уже победа, это вас окупили. Вы даже этого сами не поняли, как. Потому что не самосознание, не ищите правды, не углубляйтесь во внутриполитические войны, что там. А там, оттуда надо исходить, из этого исходить надо, чтобы ответить на вопрос, прав ты или нет. Я о вас понимаю, многие и так думают, 21 век, как все живут, ну, в обществе. Но вот когда вы поймете там, углубитесь, что в обществе, на чем вот, то поймете, это все для одурачивания. Я не говорю там, как роботами стать, но рамки нужны, рамки у нас уже, я же говорю, в большинстве ничего святого уже не осталось. Когда вы будете воевать, если вас уже победили, уже Кока-Кол, даже вы не можете, постоянно у вас в руках, вы идете покупаете Кока-Кол, там, каждый день, это тоже оружие, вы не знали, что ли? Тоже такое же оружие, которое вас делает слабым, уничтожает наш генофон. Каждый день вы этим, колгейт, зубная паста, там, лореал-сульфат, лореал-сульфат, потом хлор этот, или как его, который цементирует гипофиз, чтобы не выделялись нормально гормоны. И все делается, внедряется, чтобы вас уничтожили, чтобы вы тупые, толерантные были, как стадо баранов, чтобы у вас понятия все, вечно духовные ценности вы потеряли, чтобы расколоть Россию, развалить его. И вместо того, чтобы вы, наоборот, сказали, да, Арианна не права, там, Лулаева, вы поддерживаете то, тот инструмент, который был вам внедрен как вирус, чтобы вас уничтожить, вы его же сами поддерживаете. Представляете, насколько вы «современны» в кавычках? Это что, 21 век? Это не 21 век, это уже полная потеря понимания сути вообще, что происходит. Вы от реальности ушли. Понимаете? Вот и делайте выводы. И еще раз хочу сказать этим, если те, кто за высотой вышки, сотовой вышки, посмотрите на ваших жен, на вас самих, может, вы. Они же тоже излучения, когда женщина беременна, это же, наверное, плод какой. А вы не посмотрели, может, ваши девочки, там, иногда балуются, там, вино пьют. Вино, знаете, тоже как, спирт. Все уничтожает. Намного хуже влияет, больше, чем на мужчин. Особенно, когда девушка родить, там, хочет, там, полностью, там, ну, неполноценные, там, гены разрушаются, понимаете? Посмотрите, с чем ваши дети питаются, как питаются. Выхлопные газы. Почему все курят? Почему за сигареты, за электронные сигареты ничего не говорит? Сейчас уже молодежи открытые курят. Электронные, что это такое вообще? Что за вирус? Все это уничтожает нас. И просто для меня удивительно. А, конечно, да, это сотовые вышки влияют. Но почему вы от других вот этих... Я как уверен, те, кто, вот, митингует, он в то же время и курит, и, мой, может, ты ошибаешь, но я не верю, что большинство постоянно выходишь, там, курят, там, кока-кола в руках, там, газировка. Вот он покричал, там, вырвать из корней, вместе с корнями сотовую вышку. Потом идет, покупает, там, вафли какие-нибудь, полуфабрикаты детям своим, чупа-чупсы, там, на их просьбу. Вы же сами себя уничтожаете. Почему эти вопросы, когда я говорю об этом, никто остро так не воспринимает? Если вы этот затронули вопрос, тогда давайте эти вопросы затрагивайте. А это что? Получается, издеваетесь. Так, что это такое? И старшим. Что делать? Нам нужно... Энтузиасты, как я сказал, те, кто, да, нас объединит, соберет, по крайней мере, свои деньги вложит в правильное русло, чтобы, да, свыть не надо нам, нам свою альтернативу. Если наши враги или кто-нибудь заиграет в долговую, играет, ну, нашими судьбами, решают наши судьбы, все карты расставляют, все события, что мы должны делать, если мы зависимы от этих влияний, которые так или иной. Поверьте мне, все эти шоу, все эти борьба, борцы, Фадзаевы, там, Таймазовы, все это, это все, ну, я говорю, это шоу, оно все, ну, куда они денутся, со своими поясами, Хабиб куда денется со своим поясом, он что, глобальный какие-то это решит? Не, все насчет спорта, да, но почему-то все спортсмены, все свои силы думают там, выход там, деньги там, о личном думают, они думают о будущем, России вообще. шоу, почему поддерживают? чтобы, чтобы вы свою силу и энергию не туда направляли, не тем, чем, ну, по факту занимались. И вы еще, когда кто-то вот эту тему говорит, вы еще и большинство в штыки воспринимает, ведь, по сути, те, кто, допустим, Марианну поддержал, они против самих же себя, против то, что несли их предки и вообще против святого пошли, то есть возвысили проступок над святым, представляете, вот до чего дошли. Вот и думайте, поэтому все, что я хотел, сказал начните действовать как-то, как-то, начиная с себя беднее. Если мы сами о себе не подумаем, то те жертвы, которые были посвящены нашему этносу, нашему народу, тысяча племен, которые тоже были мощные, они исчезли, мы остались не просто с таким именем, с осетином. Все, теперь все в наших руках. Мы цари, мы на наших землях, за эти земли наши предки жизни отдавали. Мы теперь не можем слова сказать, ну, можем сказать, но по делу, делами мы зависимы. лично я, если бы у меня деньги были, многое бы, что-то можно было, быстро, как-то что-то, резко надо, быстро. есть у нас сильные точки, их надо объединять, их надо технично все делать. Если у нас правительство думает, что они зависимы, они зависимы, да, от этой системы, технично они еще умнее должны быть. Мы всегда отличались. Воздан джинады, это понятно, воздан, скромность, хотя у нас сегодня по факту одни и те же проблемы и по духовной культуре много элементарного мусора там, это деградация, но если взять тем, чем мы отличались, наш народ, кроме воздан, джинады, то военная искусство, тактика, то есть ум, интеллект, физика это что, вот многие пример приводят там других соседей, бои без правил, но суть это личная, это что такое, для народа это что, пример, да, для народа это, ну, в наше время, имею ввиду, здесь сравнивать с глобализацией вот эти все явления, поэтому это все, ну, не важно, вот эти личные, здесь ум, интеллект, физика это, поэтому если у нас остались какие-то, я вообще удивляюсь, неужели из правительства депутатов наших, почему об этом ничего, почему них не охвата такого нету, просто тупо этот, кому-то вот просто деньги, да, там, если, да, чисто материальный, но не о своем будущем, или они думают, что по факту деградацию, так что они должны там найти сильные места, у нас много еще, и золотых осталось, таши, там, традиции, обычаи, там, ученые нужны, там, чтобы мы вот этой глобализации могли что-то предложить, защитить себя, потому что мы и наша история никому не нужна, один момент, это же кто говорят, а, придет время, мы все, что вы защитите уже внутри своих собственных врагов, где разлад, где непонимание, где побед, мы проиграли уже, посмотрите, вон, исламский мир, другие там, так, я все, что хотел, я сказал, теперь те, кто хотят, теперь, ну, живой разговор, часа перезапуск делаю, чтобы сохранить этот прямой эфир, и никуда не уходить, сейчас сразу выхожу, или, если хотите, перерыв сделаем, где-то, давайте перерыв сделаем, и я к вам перезайду, никуда не, да, алан, алан, таразма, раз пандакта уто, раз надо горит, тр два й Продолжение следует...